В частности, при помощи этого метода легко выводится функция потерь, которую мы с вами знаем как бинарная кроссантропия. Выводится она следующим образом. Рассмотрим монетку. Эта монетка может выпасть орлом, а может выпасть решкой. Мы проводим n экспериментов. То есть n раз подбрасываем монетку. И из этих n экспериментов, у нас n маленькая раз, получается, что монетка выпала вверх орлом. Задача состоит в том, чтобы понять, какова вероятность у монетки при ее подбрасывании получить орла. Итак, начнем с того, что получить орла мы можем с вероятностью p, которую нам и нужно найти. У нормальной монетки есть два режима. Это выпасть орлом и выпасть решкой. Если монетка не выпала орлом, то она должна выпасть решкой. Соответственно, вероятность выпасть решкой у монетки будет равна 1-p. Рассмотрим последовательность. Когда сначала монетка выпала орлом, потом она выпала решкой, потом она снова выпала орлом, потом она снова выпала орлом, потом она выпала решкой, потом снова орлом и так далее. Эта последовательность будет состоять из n большой экспериментов, где n маленькая, из них будут единицы. Какова будет вероятность получить вот такую последовательность? Первый эксперимент завершается орлом с вероятностью p маленькая. Второй эксперимент завершается решкой с вероятностью 1 минус p маленькая. Дальше опять идет орел, дальше опять идет решка, дальше опять идет орел и так далее. Вот в этом выражении у нас будет n маленькая раз присутствовать p, потому что у нас n маленькая раз вылетел орел. И n большой минус n маленькая раз у нас будет присутствовать 1 минус p, потому что во всех остальных случаях у нас вылетел орешка. Соответственно вероятность последовательности у нас будет следующей. Это будет p в степени n маленькая умножить на 1 минус p в степени n большой минус n маленькая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...